Книга «Открытым оком», том 1, тема Крещения, вопрос 75. Если в Крещении крестятся верующие, и вода остается водой, и таинства не происходят, то, следовательно, также в браке и в других таинствах ничего не происходит, если нет веры или не так, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иисус Христос сказал в Марка 16,16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Первая часть предложения не требует пояснений, с этим все согласны. А вторая, более короткая, говорит о отсутствии веры, неупоминании о Крещении. По смыслу так оно и должно быть. Зачем говорить, а кто не будет веровать и не будет креститься, осужден будет. Так как он не верил, что до Крещения его не должны допускать, так как в самом таинстве он должен исповедовать веру свою, читая символ веры. Иначе сказать, если нет веры, то Крещение погружения и быть не может, ни под каким видом. Но православная церковь настолько все искалили, что даже эти прямые, понятные слова Христа извратили до неузнаваемости. И они стали звучать так. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать и будет креститься, тоже спасен будет. Такой сегодняшний смысл. И поэтому отвечать на извращение в практике можно только одним галатом. Первая глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. И она 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит в жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Сказанное здесь неопровержимо подтверждается священным писанием и словами Григория Низского. Вопрос в другом. Что делать такому человеку, который не только в детстве, но и взрослый, или по меркантильным интересам, или по заданию редакции, или на спор принял правильное крещение с троекратным погружением. А потом, спустя какое-то время, он по-настоящему обратился к Богу. Как ему теперь быть? Зачитывать ли то крещение, или повторить таинственную с верой? В рассуждении каждого вопроса мы должны нащупать, определить сначала твердые, незыблемые столпы, то есть указания из Библии, и все остальные доводы, выводы подгонять, подводить, несмотря ни на какие различные конфигурации стен, только бы никак не повреждать эти столпы. Конкретно в данной ситуации, что у нас есть в наличии? Крещение. Неповторимое таинство. Эфесянам 4.5. Один Господь. Одна вера. Одно крещение. Так как человек был погружен с произнесением сакральных слов, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, крещение было, его повторить нельзя. Но он отступал от веры, и значит остался во грехах, и значит ничего не получил, в белую одежду не облегся, потому что все это дарует вера, которая ко времени крещения не была опретена. Так и без веры, получивший обрезание, потом, когда уверует, он уже вторично не получал это обрезание. Чего резать-то, когда уже отрезано было, теперь остается ему только покаяние, причащение для оставления грехов. Канонические правила предусматривают подобную ситуацию, что если по ошибке человек был причащен, не будучи крещеным, то что же с ним сделать? Ответ один. Подготавливать, катехизировать и крестить. Обычный, установившийся в церкви порядок усвоения тайн в данном случае, будет нарушен. Это не беда. Иногда этим пользуется и сам Бог, установленный им порядок спасения человека таков. Покаяние. Крещение водой и крещение Духом Святым. Деяние 2.38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Но в случае изменения обстановки Бог этот порядок меняет, крещение Духом Святым, покаяние, крещение водой. Деяние 11.44 по 48 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедших к Петру, изумились, что дар Святого Духа излился и на изличников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которая, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Подобный вопрос возникает сегодня при рассмотрении истинности и рукоположения священников, у которых нет истинного крещения с троекратным погружением. Начинаем подобное же рассуждение сначала. Главный толк тот, что кто не будет веровать и креститься, то будет осужден, не будет спасен. Значит, эти священники – обливанцы, окропленцы, некрещеные, и они непременно должны быть крещены, чтобы спастись. Обычный порядок усвоения таинств такой – покаяния, крещение водой, крещение Духа Святой. Мыслится, что это заменено миромолазанием, причастием, рукоположением. В данном случае порядок, как и с незаконно причастившимися, таинство рукоположения остается в силе, и нужно принять водное крещение, спрашивая благодать Святого Духа. Некоторые считают, что данные доказательства очень зыбки и неубедительны. Таковым может сказать мирской пословице, что купил, зато и продаю. По этой теме в наличии более ничего нет ни в священном писании, ни в канонах. Посмотрите на доводы апостола Павла. Сколько в них зыбкости, натянутости, вычернутости, насколько они легко опровержимы, особенно в посланиях к римлянам, галатам и евреям. Но другого ничего в наличии не было, и эти доводы считаются самыми прочными. Например, случалось, что человек занимал какое-то положение в духовной иерархии у евреев, он был не обрезан. Что делать? Всегда обрезывали, оставляя в сущем сане. А если он был обрезан в осьмедневном возрасте, а обрезан в физической среде, был коммунистом и придя в возраст, стал мыслить по-уидейски, и теперь, уверовав необходимость закона и в обрезании, то нужно ли было ему повторять этот обряд или утверждался восьмедневным? Так точно с крещением, принятым без веры, но с полным покружением. В Колосином 2, стихи 11-12. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоди, обрезанием Христовым, вы погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых.